Озвучить острые проблемы, рассказать о практике и выработать пути решения. Суд Ненецкого округа объединил представителей Северо-Запада для привлечения внимания к вопросам экологического развития России. На конференцию «Арктика. Экология. Право» собрались сотрудники права и природоохранных ведомств, органов власти, нефтяных компаний, чтобы сохранить хрупкую природу Арктики и обеспечить экологическую безопасность. Снижение ВВП, ухудшение качества жизни россиян, накопление экологического ущерба – такие проблемы констатируют регионы в год экологии. Решать их необходимо сообща населению, промышленным предприятиям, которые дают наибольшее антропогенное воздействие, и органов власти. Об этом говорится в стратегии экологической безопасности до 2025 года. «Экологическая безопасность признаётся составной частью национальной безопасности. Стратегия определяет состояние, основные вызовы и угрозы в сфере окружающей среды, а также цели, задачи, механизмы реализации политики государства в этой области. Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевых уровнях». На конференции говорили о защите природы с точки зрения уголовно-правовой охраны. Браконьерство – актуальная для Денинского округа проблема. Ежегодно в суд от прокуратуры поступает порядка 20 уголовных дел по браконьерству. Согласно действующему законодательству, уголовное дело за браконьерство заводится при нанесении ущерба на сумму свыше 100 тысяч рублей. Если сумма меньше – только административные меры, штрафы, исправительные работы. «Согласно статистическим данным, за последние два года в округе по статье 256 наказание в виде штрафа назначено 56% осужденных. Значительное число из них являлись безработными и проживали в сельской местности. То есть о чем это говорит? Ну, заведомо этот штраф никто никогда не взыщет. В связи с этим наказание в размере превышающем 300 тысяч рублей заведомо неисполнимо, потому что люди в деревнях, ну, дай бог, получают по 10-15 тысяч рублей». Исправительные работы также неприменимы, поскольку устроиться на работу в деревне практически невозможно. Для подрыва браконьерской деятельности в Неницком округе существует практика изъятия транспортных средств. «Есть такой повышающий признак, 256-й, совершение незаконных вылов ВБР с применением самоходного транспортного средства. И судебная практика сейчас, ну, в большинстве регионов России сложилась так, что в момент непосредственного, ну, грубо скажу, вытаскивания сети с рыбой, этот мотор должен работать и использоваться. Ну, мы же знаем из практики, что сети-то вытаскивают просто, когда мотор не работает. Получается, лодку изымают, а мотор дорогостоящий, отдают обратно уже осужденному». Исправить ситуацию в области экологических преступлений возможно в том числе путём изменения действующего законодательства. К такому выводу пришли все участники научно-практической конференции.